друзья всех приветствую на нашем традиционном совместном эфире с виталием мы для вас дважды в неделю разбираем рыночную ситуацию смотрим на фундаментальный фон технический и комментируем опять же те сделки которые проводим сами мотивируем вас тоже принимать торговые решения если у вас трудности с тем чтобы вот на что-то сделать основной упор и на основании этого открыть какой-то трейд там ну что в целом по финансовым рынкам мы видим то что на них жар действительно и на в плане рыночных настроений явно преобладает нежелание рисковать потому что все обсуждают тему потенциального негативного влияния очередной вспышки инфекция к вида на мировую экономику что с ней будет будут ли повторные ограничения локдауны как все это отразится на экономической активности ну короче все то что мы уже проходили в двадцатом году и сейчас люди хотят инвесторы получить ответ на вопрос о том будут ли и потенциальные ограничения такого же формата как и раньше я по моему в прошлый раз чтобы обсуждал уже тему мы в принципе с тобой насколько я помню были солидарны позиции того что таких жестких ограничений уже не будет экономики закрываться так жестко как раньше не будут там также я обращаю внимание тех кто сейчас активно следит за этим новостным фоном что не нужно пускать из ведущие компании по вакцинации которые продолжаются они пусть и может быть не гарантия того что вы не заразитесь к видом но вроде бы как подтвержденный факт того что даже если это инфицирование произойдет болезнь будет протекать не так жестко с вакциной и может быть если пойдет все-таки по негативному сценарию удастся избежать госпитализации я думаю что это объективно объективные выводы потому что мы видим действительно аналогичную картину сейчас в англии где количество заболевших с каждым днем растет превышает 40 тысяч новых случаев количество госпитализации чуть ли не самое минимальное среди многих регионов накладывается все это на то что в англии почти 70 процентов населения вакцинированы то есть есть что-то вроде какого-то подобия коллективного иммунитета поэтому резюмирую я считаю что тот сброс риска который идет в моменте это вряд ли будет какой-то супер продолжительной тенденции и можно будет вернуться снова покупкам американского фондового рынка которые на мой взгляд еще добьет до каких-то психологических рубежей по снг и по нас так у я по-прежнему ориентируюсь на уровне 4 500 и 15000 соответственно давай тогда к прошлым идеям что у нас было прошлый раз начнем с европейской валюты я рекомендовал шортить с уровня 1 1780 но поставил короткий стоп мы в принципе для него добили и сделка была закрыта по стоп-лоссу хотя я на своих обрифингах рассказывал что при той нисходящей тенденции которая есть и продолжает оставаться нужно присматриваться к евро с позиции продаж с целями на отметке 1 17 и принципе я на снова сейчас сделки и жду до боя планки 17 ранее говорил про рыночное настроение а эта идея основная сейчас объяснение текущего поведения именно этого дуэта финансовых активов потому что у нас по-прежнему за шкал так идет по количеству покупателей евро тоже вот я смотрю помните раньше настроение почти 65 процентов покупают и мы видим то что логично евро на этом фоне снижается до кода потенциально можем просесть и я не думаю что прям совсем глубоко но где-то вот ловить евро на уровень 1 16 51 17 можно так по британской валюте я был шорт из-за того что видная обстановка конечно же страшная в англии сняты карантин и ограничения а в понедельник тоже об этом рассказывал сейчас все коммуникации негативно комментируют ожидания по экономическому росту что вполне логично потому что есть из того что количество заболевших сожалению будет только лишь увеличиваться продавали мы фунта с отметки там 137 40 там пониже когда в моменте комментировал перспективу фунта мы видели как пара как раз валют с целями 136 это сделка себя отработала новой позиции пока что нет сейчас как раз мы находимся на отметке 136 но вот вчера видели уже на уровне пониже 135 70 может ли быть продолжено снижение британской валюты я думаю что в целом позиционно да но очень сильно мы просили поэтому а локально сделать новых открывать себя не хочется если будет какая-то коррекция там в район снова 1 37 там чуть повыше там уже можно будет присмотреться к возможности при захода в шорт но это я думаю уже комментарии наши с тобой следующих эфиров тем более что дважды в неделю мы с тобой увидимся по американской валюте индекс доллара здесь у меня долгосрочный маленький шорт висит уже много месяцев и я жду собственно как и ранее что до симпозиума джексон поле американская валюта будет все-таки испытывать давление хотя сейчас не очень похоже потому что пользоваться спросом как защитный актив новых комментариев относительно перспектив американской монетарной политики нету золото сделка была с 1795 вот как раз это уровень очень хорошо отрабатывался уже не раз как раз него последовал отскок до отметки 1820 повыше кай был 1824 минутой профит на отметке 1820 поэтому сейчас не сделок и новый трейд уже поскромнее в плане ожиданий это тоже отложка buy stop с уровня 1800 долларов за тройскую унсу стоп лосс на уровне 1790 и цели 1840 долларов за тройскую унсу я в золото как и раньше верю потому что вижу что очень значительный спрос сейчас есть на американские облигации что приводит к тому что стоимость их начинает расти а доходности снижаться и пока 10 лет и котируется в районе одного двадцати я думаю что золото но априори нельзя продавать вот поэтому и сделки на покупку бренда была рекомендация на покупку с отложкой buy stop 70 и 50 мы до нее не добрать не очень сильно просила я кстати был очень удивлен потому что настолько был панический сброс а этого актива хотя после того как бренд посел там на 7 процентов за день все тут же начали сравнивать что текущую динамику с тем что было в двадцатом году все поддались вот этому настрою того что новые ограничения а вновь и останутся причиной их и от прекращения авиа сообщения и закрытия границы друзья я думаю что начале опять же своего своих комментариев я отметил что таких жестких ограничений что раньше уже не будет поэтому очень рассчитываю на то что сильно ниже нефть не повезут и соответственно ближайшие дни будет коррекция поэтому оставляю в силе прежнюю отложку buy stop с уровня 73 50 виталий слава тебе сделать демонстрацию экрана да уже видно ну давайте начнем с индекса доллара всегда напомню я вижу только обычное настроение на прошлой на прошлой битве понедельник я давал покупочку по данному инструменту на пробой моменте когда мы записывали фир там уже был и пробой в принципе уровня сопротивление 92 80 мы где-то покупали там 92 с копеек 85 или 90 плюс-минус со стоп лоссом на 92 50 данный стоп лосс не добили потому что был там момент небольшой откат но и продолжили рост ожидаемый по данному тренду в принципе кто кто держит данную позицию я рассматриваю на удержание дальше повыше возможно мы будем на этой неделе пробовать цены в районе там прошлого хая который был 93 45 который был в марте текущего года и возможно выше я ожидаю выше вариант но это уже нужно смотреть по факту что будет дальше рисоваться возможно будет это ложные там пробои рисоваться данных уровней какие-то модели краткосрочные на снижение коррекционные как вариант не исключаем конечно что индекс доллара может текущих что-то рисовать потому что она достаточно там собрали стоп лоссов те кто продавал и там уход под уровень 92 80 и так далее но это уже по факту будем смотреть пока удерживаем покупки кто покупал на прошлом на прошлой битве напомню я по индексу доллара транслирую практически последние два месяца как мы возобновили битву аналитиков среднесрочно кто покупал здесь напомню без свопов очень выгодно торговать данным активом и в принципе тренд достаточно неплохой развивается на текущий момент то ранее не покупал я бы не советовал что может быть какая-то коррекция и так далее нужно 100 поставить хотя бы там ниже снова в район там 92 50 если с текущих покупать поэтому пока я зарос но новых где не даю ранее покупал удерживать дальше по евро доллару был с тобой солидарный насчет шарта по данному инструменту принципе по шаркил я где-то закидывать стоп лосс в районе 1 18 40 50 потому что был небольшой откат в принципе его не добили пока мы локально падаем не сильно там прошлый раз там смотри там 17 90 мы где-то грили в шартах там падаем всего там 40 пунктов есть дальше куда падать тоже дорога практически открыток уровне 17 тоже не исключаю какую-то коррекцию для того ну для тех кто просто красный шаркил и пытается стекущих шарки не лучшие цены но возможно скажем для шарта как и по индексу доллара для покупки но любой момент может быть какой-то откат скажем как вот здесь вот прошлое там несколько недель то есть падение откат несколько дней падение откат падение откат и то же самое здесь но если кто не шаркил евро доллар с текущих очень рискованно за сегодняшний хай ночной скажем то же самое пыли доллара скажем это очень рискованно для тех кто не торговал дальше фунт в принципе я был солидарный с тобой но я там не давал рекомендаций дальше по золоту в прошлый раз говорил об уровне 1815 там под него я вчера пробовал продавать продавали чуть-чуть зафиксировали позиции после вот этого падения посмотрим как сегодня у нас что среда как закроется день если мы все-таки как-то этот уровень будем удерживать не будет сильного выкупа выше этого уровня я пока зашел данным инструменту возможно повторно кто не шаркил от этого уровня 1815 17 можно повторный если мы то еще вернемся заширки со стоп лоссом за вот этот вчерашний хайп где-то в районе там 1825 возможно чуть повыше 1830 вдруг будет еще какой-то ложный данного уровня в принципе по идее не должен возможно у нас вот этот тренд который сейчас развивается текущий месяц июля возможно его пытается заломить вниз более сильное снижение обновление возможно уровне 1750 по золоту и ниже как вариант как было с этим трендом который был прошлый ну прошлый там месяц тоже был сильный импульс коррекция и завернули но это пока такое у меня видение возможно там затянется там какой-то баквит на более длительное время нужно будет пересматриваться еще с выносом но пока шарпите 1817 пробовать со стоп лоссом больше 1825 возможно у нас это в четверг да будет и цб данные возможно что-то там скажут и евро доллар вниз возможно дальше падать и золото они практически в одну сторону подходит хотя в последнее время золото по сравнению с другими валютами идет своим трендом хотя в последнее время там боковичок в две недели ну пока вот так то есть пока рекомендация по золоту она рискованная соблюдать риски так как уровень 1795 от которого ты покупаешь все время достаточно сильно и мы можем выше уйти ну и была рекомендация прошлый раз по биткойну называлась назывался вариант с этим целостопом на пробой уровня 31000 то есть выставление целостопа ниже 31000 30 30 800 3900 где-то примерно плюс-минус или уже по факту смотреть где будет проторговка ниже данного уровня переходить на мелкие там фреймы на 15 минут на часовик вот на часовике было видно позавчера когда мы уровень пробили импульсом часовичок проторговались и в принципе неплохо падали более 1000 долларов интердей с кредитным плечом можно было заработать на данном активе на текущий момент нужно за биткоином последить потому что снова он отбился тоже неплохой поддержки у нас была прошлая поддержка уровня там 35 тысяч следующие это 29 там 300 то есть как мы видим данной точке тоже неплохо упали это май минимум мая это практически минимум июня да и на текущий момент ночью выкупили и нужно чтобы здесь дальше проторговали с каким-то таким прямугольником как было вот здесь муж то здесь может быть ложный пробой все начали продавать и может быть ловушку это уже нужно следить за данным инструментом пока вот так ну и в принципе в принципе все активы достаточно находится какие-то там индекс доллара евро евро доллар на каких-то максимумах минимумов биткоин аналогично нефть аналогично на минимумах сейчас текущий где-то заходить по данным активам то есть нужно понимать что по по инструменту есть какая-то точка входа в определенный момент а дальше уже не рынка или сопровождение той сделки если там она рассчитывается как-то срочно пока пока вот так далее спасибо тебе за комментарии ну традиционно мы следим рекомендуем вам контролировать риски загрузка депозитов рынок очень волатильный вы сами прекрасно видите с нашей стороны вам конечно же хорошо профи на закрытие по неделю в следующий эфир с виталием с понедельника снова обсудим актуальную ироничную ситуацию виталий хороших выходных и тоже классного закрытия недели пока